Здравствуйте! Собственно, начну с того, что совершенно недавно мы закончили проводить опрос участников наших саморегулируемых организаций 2000 строительных проектных компаний, подрядчиков, генподрядчиков, которые входят в СРО «Уральское объединение строителей» и СРО «Лига проектных организаций» рассказали об итогах года. В целом, бизнес в сфере строительства и проектирования чувствует себя более-менее стабильно. Это значит, что не наблюдается резкого взрыва, но нет и значительного падения объемов строительства. Так считают 66% респондентов. Последний, кстати, отмечает, что 2021 год принес достаточное количество заказов, но, однако, уровень прибыли снизился в целом на 20% по сравнению с прошлым годом. В чем причины? Первая и, безусловно, одна из главных причин – рост стоимости строительных материалов. Ощутимый рост стоимости в этом году по всей территории России. В целом, порядка 15% до 100% подняли цены на практически все позиции строительных материалов. И, безусловно, это очень сильно повлияло, в том числе, на тех, кто работает в системе закупок. И по 615-му постановлению правительства капремонта, и по 44-му и 223-му. К нашему счастью, правительство Российской Федерации довольно быстро среагировало, выпустило так называемое постановление 13.15, позволяющее повышать стоимость контрактов по причине роста стоимости строительных материалов. К сожалению, это постановление очень плохо реализовалось именно в нашей Свердловской области. В чем дело? Дело в том, что норма федеральная заработала в конкретном регионе, в конкретный регион должен был выпустить зеркальный нормативный акт. Правительство Свердловской области, к сожалению, не сразу проработилось этой проблематикой. Еще в сентябре этого года мы обратились к губернатору Свердловской области с просьбой выпустить такой региональный акт. К сожалению, он появился только буквально недавно, 2 декабря он был выпущен в Свердловской области. Мы, конечно, рады, что правительство услышало строителей, но за это время, с сентября по декабрь, мы получали практически каждый день сообщения от подрядчиков о том, что они либо останавливают стройку школ, например, либо пытаются как-то договориться с заказчиком о перерасчете стоимости контрактов. И многие заявляли, что если не будет нормативного оригинального акта, они могут либо банкротиться и впоследствии уйти с рынка, либо в действительности перестановить объект. Сейчас, по крайней мере, строителям стало легче, и мы надеемся, что в ближайшее время будут обращения в глав госэкспертизу по поводу перерасчета стоимости контракта в связи с тем, что региональный акт выпущен. Причина номер два, почему, собственно, прибыль у строителей снижается, безусловно, кадры. Интересно, что по мере увеличения цен на материалы росла себестоимость труда. По мнению директоров строительно-проектных организаций, рабочие видели ненормальную ситуацию с ростом цен и, естественно, хотели зарабатывать больше. И вторая причина, безусловно, то, что в период пандемии резко снизилось количество трудовых мигрантов, которые трудились на стройках, мы в свое время вместе с Национальным объединением строителей обращались к Марату Хуснулину для того, чтобы, собственно, этот вопрос был решен, чтобы мигранты все-таки вернулись в страну, и постепенно это возвращение стало возможным. Но вот пока мигрантов не было, на стройках оказался дефицит рабочих кадров. И те мигранты, которые оставались на строительных площадках, они, безусловно, чувствовали, что они монополисты, что ли, сегодня, да, чувствовали, что их буквально единицы, и со своей стороны тоже повышали себестоимость труда, старались повысить себе зарплату. И вот, пожалуй, два таких больших явления, очень больших явления, это вот рост стоимости строительных материалов и ситуация с кадрами, они стали определяющими для рынка строительства в 2021 году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова